Furry Guys. Глава первая. Принципиум. Конструкторское бюро Хьюстон. Слушаю. Хьюстон, у нас проблема. Дэн, это было смешно первые раз пятнадцать. Тебе самому-то ещё не надоело? Не. А если серьёзно, у нас тут и правда беда. Спустись в цех на сборку. Что, прямо сейчас? Сию секунду, Алекс. У меня и так куча работы. Не будет ещё больше, если ты не оторвёшь свою мохнатую жопку от кресла. Лин, я в 220-й цех. Пусть не теряют. Хорошо. Меня зовут Алекс Хьюстон. Я ведущий инженер-конструктор. Работаю в научно-исследовательском институте ракетно-мистического оборудования. Осторожно, летают хварги. Производство у нас большое и оснащено самым передовым оборудованием. Мы часть огромной корпорации, что осуществляет контроль за сущностями ментальной природы. Работать у нас тяжело и временами опасно, но считается, что престижно. НИРМА стабильно держит первое место по рейтингу происшествий на производстве. Так что, несмотря ни на что, текучка кадров здесь имеется. По сторонним вход воспрещен. Явился. А вот этот хмурый здоровяк. Мой друг Дэн. По совместительству коллега инженер-технолог механо-сборочных работ. По его словам, он придумывает, как собрать ту... Что я начертил. Хе. Ну, что тут случилось на сей раз? Кхм. Вот сюда вот вставай, а? Ээээ... и что? Это не... А вот теперь скажи мне, товарищ конструктор. Какого диаметра должны были быть защитные печати от стапельных демонов? Эй, согласно ЕСКД, на изделии таких габаритов полагаются 99-миллиметровые печати. А ты на материал поправку сделал при расчетах? Это же нифига не металл, а карбоновый композит. Ясно? Вот почему ты хронически умничаешь, когда уже поздняк метаться? Потому что кое-кто хронически прилетает ко мне с от такими глазами и вопит. Подпиши срочно, не глядя, надо производство запускать. Да пошел ты! Ладно, не парься. Я позвонил в шестой отдел. Они уже отправили сюда экзорциста. Отбрехаемся как-нибудь. Что-то ты чересчур довольный для соучастника косяка, за который мы оба знатно по мозгам схлопочем. Разве? Опять ты за свое? Просто благодаря ему я вживую увижу сгнание стапельного демона. Дэн, ты не экзорцист и никогда им не станешь. Это врожденная аномалия. Без тебя знаю. Тогда чего не умешься со всей этой сверхъестественной ерундой? Алекс, это вовсе не ерунда. В нашем мире так много всевозможных сущностей, в том числе неизученных и неиндентифицированных. Неужели ты не хочешь узнавать о них больше? Я знаю достаточно, чтобы выполнять свою работу и не влипать в неприятности. А для остального существуют экзорцисты. И, кстати, один из них уже здесь. О! Это у вас энергоуловитель 3000, мистер Алем? Отвали, Дизель. Да я просто... Свалил нахер! Злый день старый. Да забей, Дэн. Все эти экзорцисты немного того. Да твою за ногу! Особенно... Мистер Алем. В общем, давай просто посмотрим на изгнание издалека. Алем, прием! Что опять, Даллас? На третьем этаже, в женском туалете, опять прорыв щупалец. Срочно туда! Алем. В жопу тебе отдалось! И твои щупальца туда же! Твою же ж мать. Это было офигенно! А можно так еще разок? Так, все. С меня довольна. Я сваливаю. В каком смысле, мистер Алем? Прямом. Катитесь в бездну. Я увольняюсь. Вот это будет реально хреново. Ага. А ведь со времен исчезновения Даймонда и Эшли, Алем смог продержаться здесь дольше всех. Полтора года. Чувак, на нашем производстве это приличный срок. А как же Даймонд, который проработал здесь 30 лет без перерыва? А как же остальные экзорцисты, которые увольнялись через несколько месяцев? Ради всего съестного, Дэн. Сейчас меня больше волнует то, как мы будем собирать изделие 17L99 бестолкового менталитета. Пошли к Далласу. Че? Я категорически не перевариваю этого придурка. Не накручивай. Даллас хоть и нервные временами, но дело-то свое знает. Если его дело это просрать отделение и оставить производство без ментальной защиты, то да. Он прям мастер. Не ворчи, как старый хрен. Хорошо бы. Не вешай ты нос раньше времени. Может, удастся уговорить мистера Альма остаться? Да все будет. Мистер Альм! Мистер Альм, подождите! Эй, Хьюстон, ты чего это тут расселся? И тебе привет, Даллас. Чего хотел? Это мистер Альм сейчас сорванул возвращаться к работе? Или ты просрал нашего последнего экзорциста? Глумление у нас обычно по четвергам. Иди своей работой займись, чертилка с ушами. А если серьезно, Винд, мы что, прям вот так остаемся без менталиста? У нас же отправка через месяц. Я в курсе, Хьюстон. Но Альм и слушать меня не стал. А найти нового экзорциста сейчас весьма проблемно. Особенно после инцидента с ПКТ. Короче, заявление в региональное отделение корпорации я подам. Но больше ничем помочь не могу. Ждите и надейтесь, что нам кого-нибудь пришлют. Мистер Альм, ну вы же не можете просто так взять и уйти. Да неужели? Дизель, на это гребанное предприятие у меня больше нет ни сил, ни терпения, ни здоровья. Валю на пенсию. А вы трахайтесь тут сами со своими изделиями. Вот. А? Держи блестяшку на память. Счастливо оставаться. Вот же ж... Эх, встряли так встряли. Дэн! Ну как? Поговорил с Алимом? Вроде того. Нет у нас больше экзорциста. Печалька. Найдем нового. Что делать? Ты говоришь так, будто это легко. Не будь таким пессимистом. Во, зацени какая у меня теперь блестяшка есть. Фу! Выброси ее! Да вот еще! Мало ли из какой мерзкой заразной пасти этот зуб. У демонов, между прочим, зубы бывают не только во рту. Твою ж мать! Дэн! Не заставляй меня представлять подобную хрень. Да еще и перед обедом. Нет, ты прикинь, вот такой анус, вот такими зубищами. Это ж круть, сука. Враг не пройдет, не через одно место. А если бы это был демон-самка? Блеха, Дэн! Напомни, почему я с тобой дружу? Потому что я клевый. Пошел ты. Отвали, придурок. Чем это вы двое тут заняты? Идите. Да мы просто это... Мистер Нест, вы уже слышали, что Алим увольняется? Серьезно? Надо же. А я думал, что уж кто-кто, а он задержится на подольше. Эм, мистер Нест. Чего? Может вы... Посодействуете с поисками нового экзорциста? А отдел кадров у нас для красоты, что ли? Ну у вас же столько знакомых в разных инстанциях. Хм. Это да. Ну-с, давайте посмотрим. Сейчас спросим еще одного старого хрена. Хм. Ну давай, бери трубку, серый блохозавр. Утречко, Джо. Что? Да я в курсе, который час. У нас полдень почти. А у тебя? Четыре утра? Эх, тебя занесло-то. Ты где? Хрена себе, что ты там забыл? Ааа, да не ори ты так. Сам такой. Джо, я по делу звоню. Не ори, говорю. У нас Алим уволился. Да. Не. Угу. Тот самый. Фу, как грубо. Скажи, ты не знаешь какого-нибудь толкового экзорциста? Да, на постоянку. Ага. Правда? Шикарно. Дашь ему волшебного пендаля, буду весьма признателен. Позвони, как все получится. Удачи, Костолом. Костолом? Пляшите, ребята, я решил вашу проблему. Простите, мистер Несс, вы сказали, Костолом? Так, я сваливаю. А? Да, сказал. Вы что, знаете Костолома Джо? Конечно, знаю. Он же когда-то здесь работал. Но он же никогда не числился в списках экзорцистов Нирма. Ха! Да ты много чего не знаешь об истории этого НИИ. Да, первым и главным экзорцистом Нирма был Даймонд Эшли. Молодой, талантливый, амбициозный. Однако, когда производство развернули на полную мощность, нечисть просто полезла из всех щелей. И тогда Даймонд попросил помощи у своего друга и однокурсника Джона Арлема, не менее умелого экзорциста, чем он. Вместе они настраивали сущности механизмы, усмиряли всем возможных демонов, составляли схему защиты всего НИИ, как от внешних вторжений, так и от внутренних всплесков. Параноик! Трепло! Не обходилось, конечно, и без конфликтов. По неизвестным причинам, Джон был категорически против, чтобы его имя фигурировало в любых документах. А Даймонду это не нравилось. Порой Арлем просто уничтожал бумаги за спиной своего друга. Поэтому и не сохранилось никаких записей. А учитывая текучку кадров, вскоре все и забыли, что Костолом как-то здесь и обозначался. Ребят, вы орёте на весь этаж. Стоит вообще... Есть? Зайду-ка я попозже. Но, несмотря на все их разногласия, они всегда работали слаженно. Твоюж! Ты какого хрена выперся в цех без оружия? Я в туалет шёл. Ничто! Уже пасать нельзя без мечей? Продолжишь разгуливать в безоружном. И ссать будешь через незапланированное природное отверстие. Костолом, ты псих. Ты об этом знаешь? Захлопни своё мурло. А потом, когда производство было налажено, и в цех можно было заходить без риска и быть сожранным, Джон Арлем вернулся к своей основной работе выездного демонолога. К тому времени Даймонду уж набрал целый штат помощников. Так у нас появилось шестое отделение. И с тех пор Костолом сюда не возвращался? Насколько я помню, нет. Жаль. Ладно, у меня ещё полно дел, а я тут с тобой заболтался. Ага. Будет вам новый экзорцист. Недельку подождите. Конец первой главы.